Сноуборд, коньки и лыжи. Топ-3 самых популярных зимой видов спорта. Любители экстрима уже принимают Барнаульский центр склонов. Снег, который завезли неделю назад, уже укатали. А если вы не дружите со скоростью, можно заменить сноуборд на обычные лыжи в лесу. Этот спорт с каждым годом собирает все больше поклонников. Здесь прогулочные лыжи. Вот это мы взяли лыжи с насечками, такие широкие, короткие, палочки с кольцами и пошли гулять. Гулять. То есть это даже не классика вот это по лыжне. А шлеп, 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 гуляем, дышим воздухом, кайфуем в лесу. Но даже уличный спорт теперь под контролем. QR-код по указу губернатора нужно предъявлять в каждом пункте выдачи инвентаря. А руководители клевчения решили пропускать по кодам даже на саму территорию катка. Чтобы обезопасить тех, с кем потенциальный зараженный мог бы пересечься в раздевалке или в буфете. На клевчении лишь готовиться к новому сезону. Недостаточно сильные морозы для того, чтобы сделать быстрый и качественный лед. То есть заливаем, льем воду. Приходится долго ждать, когда она застынет. Если бы сейчас у нас держалась бы погода на уровне 15-20 градусов, ну минус, то мы бы залили бы все это дело довольно быстро. Слойность. Основной принцип создания льда. Заливают, срезают, выравнивают и так несколько раз. Судя по прогнозам, небольшому морозу. Главный каток города появится к середине декабря. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов, Алексей Фризин. День с толком.